В контрольно-пропускном пункте с дозиметрическим контролем осуществляется входной контроль упаковок с радиоактивными отходами. Данное оборудование опускается в емкость для считывания идентификации содержимого, где определяется состав радионуклидов. Каждая емкость имеет свой штрих-код, в котором зашифрована информация о радионуклидном составе. Штрих-код считывается отдельными приборами и поступает на пульт к оператору. Данные заносятся в базу данных и остаются навсегда. Это первичный контроль поступивших радиоактивных отходов. Данное оборудование немецкого производства, которое делалось за деньги Евросоюза и предназначено для радиоактивных отходов Чернобыльской атомной электростанции. А это мозг управления всем хранилищем. Главный пульт центрального хранилища для отработанных источников ионизирующего излучения. Отсюда идет управление всеми процессами хранилища. Галерея, с этого пульта управляется практически весь технологический цикл этого комплекса. Здесь можно, с этого пульта можно управлять как перегрузочной галереей, так же можно управлять перегрузочным комплексом. У нас, мы вам покажем попозже, у нас вот перегрузочный комплекс, основное хранилище, вот находится там перегрузочный комплекс. Перед вами горячие камеры, в которых непосредственно и происходит выемка источников излучения, их характеризация, паспортизация и сортировка. Толщина стекла камеры 1 метр. Внутри камеры находятся сейфы, которые накрыты свинцовыми плитами весом 700 килограммов. Очень много оборудования, на котором здесь работают, произведено в Украине. То есть Украина обладает технологиями и может делать оборудование для таких целей. И это очень важно. Фотографируя номер, который указан на источнике, это и есть процесс характеризации. Мы подтверждаем его номер, подтверждаем его активность и нуклидный состав. Вот в эти ячейки как раз и загружаются источники радиоактивного излучения. Перегрузочный комплекс, который движется по рельсам, ездит над камерами. Ему задается программа, он подъезжает к определенной ячейке, открывает ее, загружает и закрывает. Номер ячейки и ее содержимое запоминаются в базе данных. Каждая крышка ячейки весит 38 килограммов и выполнена из свинца.